Не знаю, где вы, и если у вас Ableton перед глазами, или вообще другая программа, я не знаю, какой у вас уровень, но будет практическое занятие, и если вы будете со мной повторять, будет круто, я буду очень рад. Вы получите знания, я буду кайфовать, и все будут рады. Но если у вас ничего нет, и вы просто послушать пришли, тоже хорошо. Хорошо, мы будем делать сегодня бит, коротенький, может, не коротенький, в стиле Tyler The Creator. Не знаю, есть тут кто-нибудь, кто не знает Tyler The Creator? Это все знают, конечно. Да, очевидно, что все знают Tyler, если вы пришли на класс. Но перед тем, как мы начнем что-то делать, я хочу, чтобы мы просто послушали пару его треков, и еще мы послушаем, кем Tyler вдохновлялся. Он наверняка много кем вдохновлялся, мы послушаем одну конкретную дуэт, группу, которую вы, скорее всего, знаете, и одновременно, может быть, и не знаете. Но перед этим немного про себя. Я просто делаю музыку. Тут перечислены какие-то строчки про меня. В общем, не знаю, просто люблю делать музыку, и люблю рассказывать, как ее делать. Поэтому next. Вот еще, тоже важно перед тем, как мы начнем, мы сейчас набираем людей на программы. У нас есть пять основных программ. Три большие, профессиональные, для тех, у кого есть какие-то знания, там будут вступительные, скорее всего, экзамены. Я на всех курсах веду Ableton. Поэтому, если вам понравится, что мы сегодня сделаем, приходите к нам. Music Creative — это для инструменталистов программа. Production — для продюсеров. Songwriting — с Егором Сесаревым для сонграйтеров. Basic — это для тех, кто вообще полностью с нуля. Там будет и чуть-чуть Ableton, и чуть-чуть про историю музыки. Я веду историю музыки, это просто одна из моих любимых тем. И инструмента. И также Making Music — это сын программы Music Production, или Дочь. И это для тех, кто хочет начать писать музыку, не играть конкретно на инструменте, а просто писать. Но ничего не знает, я ее веду полностью, она длится полгода. Записывайтесь. Погнали. Первым делом послушаем трек Тайлера. У нее, конечно, разный нюзон. Мы послушаем несколько треков, но везде есть какие-то паттерны, которые надо будет сейчас уловить. Ambient. Я чуть-чуть пропущу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так далее. Мой вопрос к вам. Что вы замечаете такого особенного, что характерно только для Тайлера? Потому что у него в целом характерная музыка, характерный звук. И давайте просто в словах вы можете в чате или в микрофон пару слов, типа, что вы замечаете, конкретно вы, что вы замечаете в музыке такого. А потом я расскажу свои мысли. БИТО-БАРАБАНЫ, да. То есть барабаны и ритм как будто первостепенный. То есть то, что ведется в музыку. И даже в плане сведения по громкости барабаны впереди. Они громкие, их слышно, они качают. Поэтому, да. Отличный подбор сэмплов. Скорее, вот здесь, в этом треке, по-моему, только один сэмпл. Это барабаны. И мы еще поговорим про сэмплированные барабаны. Все остальное это синтезаторы. Поэтому я бы сказал, может, не отличный подбор сэмплов, а отличный подбор тембров. Потому что синты звучат грязно, но круто. И, да, поэтому согласен. Отличный подбор сэмплов и тембров. Это вообще, мне кажется, основное отличие хип-хоп-музыкантов от других музыкантов. Потому что хип-хоп родился на сэмплинге. Появился за счет сэмплирования. А сэмплирование — это, по сути, что-то вроде коллажа, где вы находите в картине, не знаю, может, что они делают коллажи, вы берете в журнал и отберете оттуда все самое лучшее, что вам кажется самое лучшее. И потом компилируете самое лучшее с самым лучшим, и это становится еще более лучшим. Вот, поэтому, мне кажется, у хип-хоп-продюсеров, музыкантов хорошее ухо, хороший слух на что-то такое отлично. И 300 разных звуков в секунду, да. 300 разных, это правда. Какая-то особая краска в насыщении. Да, вот, согласен, грязь. Все очень звучит очень грязно. Даже если послушать, там на фоне звучит просто звук винила, как он, шум винила. Прямо на фоне, послушайте, такой... Да, все звучит грязно, но в хорошем смысле грязно. И это тоже, вот, грязь музыки, это круто, мне нравится, и мы будем сегодня делать максимально грязно, как можем. Запись урока будет. Будет, я не знаю где, наверное, будет по какой-то ссылке. Если есть в чате Соня. Короче, запись будет, в любом случае будет в телеграм-канале, или где-то точно будет. Да, короче, согласен со всеми вами. Бит, барабаны сэмплированы, они не всегда у него сэмплированы, но да. Синтезаторы, тембры синтезаторов. Они, на самом деле, довольно простые, мы будем их сегодня делать, примерно похожие. Но все вместе звучит круто. Что еще будет? Красковое насыщение, да. Все звучит грязно, перегруженно, и широко, и, короче, все вот это вместе. И еще, мне кажется, что то, что никто не сказал, это аккорды. Послушайте аккорды. Гармония. Да, слышали, пианино играет суперджазовые аккорды. То есть, и во всей его музыке, мне кажется, невозможно встретить трезвучие обычно. У него везде септ-аккорды и так далее. То есть, джазовые аккорды. И, мне кажется, вот вместе все вот это звучит очень круто и характерно для Тайлера. Вот. Теперь мы послушаем то, кем Тайлер вдохновлялся. Как я уже говорил, он наверняка много кем вдохновлялся. И какой-нибудь и соу-музыка, и джазовая музыка, и там из 70-х, и из разных эпох. Но хочу именно одного выделить, двоих точнее. Так, стоп. Спрошу сначала. Кто-нибудь слышал The Neptunes? Группа. Нептуны. Neptunes. Да, плюс. Круто, я рад. Потому что... Да, немного кто их знает. Те, кто не слышал о Neptunes, может быть, слышали группу N.E.R.D. No one ever really dies. Форелло вдохновитель. Да. И если кто не слышал про N.E.R.D., наверняка слышали про Форелло Вьюдинса. И Тайлер везде по нём говорит. Два разных интервью. И мы не будем слушать интервью. Мы попробуем сейчас послушать пару треков. И услышать, что там такого похожего. Начнём... А, и, кстати, ещё забыл важный момент. Сегодня на уроке я буду использовать только стоковые инструменты Ableton, чтобы вы все могли всё повторить. И, например, если у вас какой-то... У кого-то... Вы только начинаете баблики и не поспеваете за мной. Я сейчас скину ссылку с материалами. Там будут уже готовы патчи синтезаторов, чтобы вы их со мной не крутили. Не повторяю, особенно если вы первый раз видите синтезатор, и там много крутилок, скорее всего, у вас крыша поедет, и вы не будете успевать. В общем, сейчас я добавлю ссылку в чат. Скачайте оттуда папку. Там будут... Там будут сэмплы. Сейчас. Как это сделать? Да. Пожалуйста, больше нибудь. Просто... Сейчас. Пять сек. Всё сломалось. Вот ссылка. Надеюсь, её все видят. Пока мы болтаем и слушаем, и кайфуем, просто выставьте нас на загрузку, чтобы у вас это было. И вам, короче, всё это упростит. И вы потом, если вам что-то понравилось, как звучит, вы просто посмотрите, как это было сделано в самом пресете, в патче, и можете повторить, например. Короче, послушаем сначала Neptuns. Вообще, это... Там два чувака. Фарелл Вильямс. Его все знают. Второй, менее известный, чат Юга. Он просто бомба. И давайте послушаем трек. Они делали... Треки вообще... Они делали треки... Сейчас я... Конечно, надо всех замучить. Всем... Почти всем R&B хип-хоп двухтысячных. Это просто они сделали звук двухтысячных R&B вместе с Timbaland. Давайте послушаем. Паттеры. Аккорды. Гармония тоже джазовая. Вот в этом треке конкретно. Здесь не то, чтобы прям супер грязный звук. Грязные барабаны. Но какие-то вот есть паттерны. Если вы не слышали этот трек, а его тоже сделали Фарелл и Чат Юга, то я не знаю. Сейчас открою вам дверь. Новый мир. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 6 вас мне кажется вот тоже если послушать что похоже bass вот он у тебя берем перед лицом запоминающийся качающий качающая перкуссии барабаны то есть тут нет тоже просто перкуссия кик и снейре ничего больше и где-то то же самое можно услышать это удалера сумасшедший трек дать еще один послушаем это потом фарелыч от юга сделали которые называются н и орди но он или дайс это смесь рока скейт какого-то панка сладкого голоса фарелла арэмбишного и хип-хопа то есть тут есть гитары и вот припев и вот другой немного звук но все равно те же самые вот эти синты которые очень простые но при этом запоминающийся и давайте послушаем еще один трек просто фарелла всего сольного альбома а и и и Синеты, аккорды Тоже нет хай-хета, одна перкуссия Короче, я не знаю, слышите ли вы паттерны Можете написать слышите или нет Или что-то, что я опустил Но есть что-то общее Синеты, барабаны, аккорды, гармония Мне кажется, чтобы сделать трек Тайлера Можно просто взять аккорды с песней N-E-R-D Или, да, скорее всего, откуда-то оттуда И просто подложить другие звуки в стиле Тайлера Будет трек Тайлера Так, напомню тем, кто подключился В чате есть ссылка на Google Диск Там есть материалы к уроку Мы их будем использовать Они вам помогут Поэтому, если не сделали, поставьте на скачивание Окей Хватит болтать Давайте прыгать в Ableton И мы начнем с аккордов Сделаем аккорды И сразу хочу сделать дисклеймер Что Это не урок по гармонии И я не преподаю гармонию Я знаю основы какие-то Но И у нас не хватит времени просто, чтобы объяснить основу джазовой гармонии Поэтому Если вы уже разбираетесь в аккортах И знаете, как построить септаккорд Но на аккорд И как все это вместе совместить Что звучало красиво Супер Можете делать что-то похожее Что я делаю В своем стиле Если вы Первый раз или второй раз Открыли Ableton Если вы не знаете Как строить треизвучие И в целом Очень Короче, только начинаете свой путь в музыке В материалах Опять же Есть Папка MIDI Папка MIDI И там есть уже готовые Несколько MIDI прогрессий Которые вы можете просто вот так взять Любую из них Какие-то из этих аккордов Основаны взятые с треков Тайлер То есть Прямо оттуда сняты Просто перекидываете И вас Хоп Уже все играет Пока еще не играет Потому что нет инструмента Но короче Поэтому если вы не спеваете за мной Или Сначала пытались повторить Но потом все Я улетел И уже не остановлюсь То вы можете просто взять MIDI прогрессию Там будет уже все готово Вы можете поменять ее Поменять тональность Подвигать пару ноток Делайте что хотите Вот Но В общем Знаете что есть такая опция Я начну Сначала Попытаемся сделать сами И не будем ее То что я сделаю Мы не будем анализировать Хотя можем попытаться Короче Сначала Вот Эйблтон вот так выглядит Кто первый раз видит Первым делом Нужно выставить темп И Касательно темпа Тут нет Это не конкретный жанр Тут У Тайлера есть Треки в разных темпах И 90 140 Какой хочешь Поэтому Можете поставить любой Я поставлю примерно 140 139 И Потом из чего Можно будет поменять Темп Теперь Нам нужен какой-то инструмент Чтобы Был звук Потому что Мы будем использовать Синтезаторы Цифровые Как бы это ужасно Не звучало Которые Внутри Эйблтона И Я сегодня Скорее всего Буду использовать Только один Он находится В папке Instruments Называется Analog 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 Мне кажется Это самый простой Синт Он основан На Субстрактивной Синтезе Что бы это Не значило Для вас Мы будем его Использовать Он реально Простой Но К синтам Мы еще вернемся Чуть попозже Сначала Сделаем аккорды И на самом деле У Тайлера В целом Тембры Такие простые Там нет Никакого Сумасшедшего Странного Синтеза Все тембры Очень простые Поэтому То что Как изучить Это В тот момент Когда вы Добавляете Этот инструмент Этот синтезатор На дорожку Извините Оно уже звучит Как Синталера Да Вот Но к синтаму Еще вернемся Давайте сделаем аккорды Я сделаю Их Скорее всего Давайте сделаем Руками То есть Мышкой Чтобы просто Видели Примерно Смысл Я буду делать Тональности Соль 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 Миноре Но Как я уже сказал Это джазовая гармония Тут может Тут нет одной тональности Тут может быть Сто тональностей Поэтому Не сильно парьтесь По поводу Анализа Первым делом Я сделал следующее Я нарисую Ноту соль Да Просто Два раза кликайте Появляется Нота соль Вот она Можно октаву ниже И первым делом Я сделаю Минорное трезвучие Это нотки Соль Си Бемоль Ре Вот так строится Минорное трезвучие И теперь Чтобы сделать Любой аккорд Более джазовым Нужно просто Добавлять Еще к нему ноты Но До стола Можно любые Но есть определенные правила К сожалению Нет времени Просто все эти правила Объяснять Это отдельно Вообще На несколько лет История Понятно Что мы за пару минут Сейчас я не объясню Например В тональности Соль Минор Тут кстати В Ableton Есть функция Как можно выбрать Scale Соль Минор И Ableton Вам подсвечивает Все нотки Которые Входят в тональность Соль Минор И вот например Трезвучие строится На первой Третьей Пятой ступени Да Я пропускаю Вторую Четвертую Ставлю нотку На первой Третьей Пятой И чтобы дальше Так строить Можно пропустить Шестую ноту Шестую ступень Поставить Седьмую ступень И хоп У нас Минорный Септаккорд Пропускаем Снова ноту Соль Это та же Самая Первая ступень Добавляем Ноту Ля Девятая ступень То есть Аккорд становится Еще шире И так можно дальше Продолжать И получается Джейкоб Койер Вот И вот у нас Получился Нон Минорный Нон аккорд Майнер Найн На английском И вот Просто сравните Если вы Первый раз Или не брали Уроки по гармонии Или ничего не шарите Вы сравните Просто Как бы Краски Настроения Вот минорный Просто аккорд Он конкретно Минорный Грустный И когда добавляются Еще ноты Вот эти Надстройки Они называются Седьмая Девятая ступень Он уже не такой грустный Как будто Размывается Настроение Вот И дальше Я сделаю следующее В этом Есть наверное Какой-то смысл Но я выключу Скейл И следующий аккорд Я возьму Фа Мажор И он Не Входит В тональную Соль Минор Потому что Там есть нота Ми Я сделаю Фа Мажор Девятку Такие тут Нотки Фа Ля До Первая Третья Пятая Ми Это седьмая Ступень Соль Девятая Ступень И Уже Этот аккорд Не из тональности Соль минора Может быть это Соль Дарийский Если вы Слышали про лады Может быть Не знаю Не будем Сильно Об этом На этом останавливаться Потому что Опять же Гармония Это сложно Вы сравните Как это звучит Да Тут нет Какой-то характерный Как в поп-музыке Последовательности Грустно Весело Грустно Весело Грустно Весело Это просто набор Каких-то красок И вот Мне кажется Вот весь Love high Hip-hop Ну в каком-то смысле Джаз Ну современный R&B Там аккорды Они скорее как Какое-то более Глубокие чувства Должны вызывать Трепетать Вашу душу И одновременно Ваш мозг Потому что Аккорды Это сложные Нужно учиться Чтобы их сделать Вот Короче У меня такие аккорды Сейчас Соль Минорный Нон-аккорд Фа Мажорный Нон-аккорд Фа Мэйч Найн Дальше Я просто скопирую Аккорд фа И перенесу На ноту ре И надо будет проверить Короче Я делаю просто Ре Минорный аккорд Вот он Он кстати Совпадает С Фа Мажором То есть Ре Минор Это Типа шестая ступень Да Если уже думать Фа Мажоре Но не будем думать Фа Мажоре Вот И Следующий аккорд Будет просто Из ниоткуда Сделаем просто Ми-бемоль Мажорный аккорд Не просто Я согласен Поэтому Вы можете Прибегнуть К миди-прогрессии И вот Как это все звучит вместе Возможно Надо сделать В два раза Медленнее Все Вот это Да Что-то Похоже на Тайвер Я не знаю Не уверен Что он прям Такое можно встретить У Тайлера Такую Такую Конкретно Прогрессию То есть Это не из его песни Мне кажется Но Есть похожий Вайп Да Здесь Нет определенной Тональности Все аккорды Мажорные Все аккорды Септ-аккорды Но на аккорде Нет трезвучия Вообще И при этом Нет одной тональности То есть Это Нота в последнем аккорде Это Ми-бемоль Ми-бемоль Септ-аккорд Ми-бемоль Мажорный Септ-аккорд Не септ-аккорд Но мажорный То есть Это Ми-бемоль Здесь включу Бемоль Ми-бемоль Соль Это третья ступень Си-бемоль Пятая ступень Ре Седьмая ступень И снова Ми-бемоль Первая ступень И вот тут Образуется Вот Такой полутон Да И он звучит Диссонансно Но круто Да Диссонансно Но круто Грязно Но круто Мне кажется Это главное Что надо запомнить Что Чтобы было Грязно Но круто Вот И короче Такая прогрессия Если что Если вы не успеваете За мной Мне кажется В миди-прогрессиях Папки Которые я вам скинул Есть Она называется Get Down Не знаю почему Да То есть Если вы не успели Можете просто взять Это Закинуть И у вас будет Почти то же самое Что у меня И тут есть Разные аккорды Они не все Работают В этом темпе Где-то Надо замедлить Если вы Используете Другую Ну короче Используйте E-B-G-B-B-D-E-B Да Это именно Те ноты Спасибо Дальше Что у нас дальше Вы Могу вам дать время Передохнуть Потому что Мне кажется Это была самая сложная часть Сейчас Гармония Это всегда сложно Вот Можем Чтобы чуть-чуть Отлечься Послушать Другой трек Тайлера И попробовать И услышать Джази Джази Гармония Да уже много аккордов Вот Надеюсь Вы слышали И оно все двигается Как сливочное масло Под таймш Такая у меня Ассоциация Окей Погнали дальше У нас есть аккорды С этим симптом Уже звучит Почти как тайлер Теперь займемся Синтами Возможно Весь Самый Возможно Самой веселой частью Вернемся К презентации Синты Я уверен Я не знаю Какие точно Использует Тайлер Синты И наверняка Много разных Тем более Я не знаю Он путешествует Если он Каждый раз В разных студиях Там наверняка Разные синты Не знаю Как это у него Устроено Но у него Есть точно Два синта Которые Везде Он Мне кажется Используется Они прям Характерный Характерный звук Их видно Вот на левой фотке Первый Это Роланд Джуна Я не знаю Мне кажется Это самый Почти самый известный Синт После Муга Наверное И второй Я забыл их называть Джейкс 8П Вот он Менее известный Синт У него есть Заданные уже Пресеты Которые Мне кажется Тайлер Просто использует Пресеты И на них Играет Вот И давайте Посмотрим Как Тайлер Фристайлит То есть Важный Еще Кстати Момент Почему У него Характерный Звук То что Он сам Все делает Всю музыку Сам делает Он будет играть На этом Синте Это другой Синт Это тоже Роланд Я не помню Как он называется Мне кажется На последнем Альбоме Его последний Альбом Звучит По-другому Чем предыдущий Он больше На сэмплах Построен Мы еще Послушаем Я думаю Кошечки Кошечки Мяукают На всякий На всякий случай Дублирую ссылку С материалами Если вы хотите За нами повторять Поставьте На всякий случай На скачивание Окей Синты То есть Два синта Основных Есть еще Вот Обязательно У него Используется Роудос И Бурдацер Это электропианино Просто обычное пианино Скорее всего Мне кажется Оно даже Не записано Вжу Мне кажется Это какой-то Просто плагин Но я не уверен И есть Я нибудь Насчет вот этого Синта Корк Тритон Может кто-нибудь Слышал Я не уверен Что он его использует Но его активно Использовали Форел Тимбелэнд Вот все Продюсеры 2000-го РНБ Просто на нем Сидели И жили на нем Поэтому мне кажется Он где-то точно есть У него Определенные Звуки Там есть все И барабаны Даже не совсем Синт Это как бы Не знаю Music workstation Вот что это Окей Хватит с теорией Давайте Сделаем Синты Вот у нас есть Дорожка Analog Да Где у нас Наши Мидиаккорды И вот этот Синт Который Непонятно Вообще Тут столько Кнопок Скажите Вообще Пока Я Скажите Кто Разбирается Синта Хоть Немного Или лучше Скажите Кто вообще Не разбирается Если вы Разбираете Супер Круто Тоже Скажите И Просто Чтобы Я знал Примерно На кого Ориентироваться Но опять же Методом тыка Я тоже Супер Разбираюсь 2 из 5 Слава Ничего страшного В том месте Простой Звук Синтов И все Вот это Сложное Звучит Как бы Гармонично Поэтому На самом деле Синты Очень простые Даже немного Чего надо Крутить Как устроены Синты Для тех Кто 2 из 5 И Меньше Обычно Синтезаторы Бывают разные Есть Субстрактивный Синтез Разный Синтез Самый Простой Это Субстрактивный И мы будем Им пользоваться В чем прикол В том что Изначально берется Какая-то яркая Волна Типа пилы Или квадрата Осциллятор И у него С помощью фильтра Убираются Высокие частоты Или низкие частоты Чаще всего Высокие частоты И например Вот в синтах Вот здесь В этом синте Здесь на 3 секции Поделено Да на 4 даже Даже на 5 Первая вот эта секция Где написано Оск 1 Нойз Оск 2 Это секция осцилляторов Это то что издает звук И здесь Вот есть Вкладка Shape В первом и втором Осцилляторе То есть это как бы Два Голоса Да И У этого Синтезатора У аналога Есть всего 4 волны Это синусоида Которую на Аналоговых Синтах На самом деле Не встретишь Синусоида Существует В цифровом мире И Чаще вместо нее Есть треугольник Потом идет пила Давайте послушаем Вот так звучит Синусоида Да Очень мягкое Приятное Хорошо для Сабов Для клавиш Вот так звучит пила Заметьте Уже будет более ярко Да Ярко Больше гармоник Есть такое определение И Еще Другой тип волны Которая здесь есть Квадрат Тоже яркий Наверное Сначала сложно Услышать разницу Но смотрите Вот пила А вот квадрат Квадрата Как будто больше Еще больше Высоких частот И вот мы Будем Мне кажется Пользоваться Только Только пилой Ну посмотрим И из нее Вычитать Частоты В этом и заключается Сатарактивный синтез И первое Что мы сделаем Вот я включил Обратно Два осциллятора Две пилы Октава Полутона Ничего не трогаю И Одна Одна из техники Я думаю Многих это знает Один из осцилляторов Задетюнить Сейчас покажу Еще Мне кажется У меня трансляция Идет Не в стерео Сейчас Надо проверить Хотя Это не влияет На стерео То что я сейчас Сделаю Смотрите Вот есть ручка Детюн Это Детюн В центах Еще меньше Чем полутона И в одном Полутоне 50 центов Здесь можно Погрутить Например Если дойти до единицы Это будет уже На полтона Вверх По-моему И тут надо Не переборщить Смотрите Вот Было Когда Одна из Один из Садиаторов Задетюнин Появляется Вот такое Движение Вот было Вот стало Да Вот было Стало Как будто Из одной пчелы Стало Много пчел Одна пчела Много пчел Вот И вот Эта функция Просто Задетюнин Один из Садиаторов Делает звук Сразу Более Более Живым То что Он начинает Как-то там Двигаться Волны Между собой Коммуницирует Вычитают Друг друга И происходит Это движение То есть Секция Осцилляторов Это то Что издает Звук Дальше Идет Секция Фильтра И тут Обычно Есть две Основные Ручки Это Ручка Frequency С помощью Которой Мы как раз Выбираем Высокие частоты Если стоит Low Pass Если стоит High Pass Или другой Тип Фильтра Будут Вычитаться Другие частоты Но Погнали Вот Есть Высокие частоты А вот Нет Высоких частот Да По-моему В этом И звучит Суперактивный Синтез Я могу На самом деле Шупаться Но Короче Да Суть в том Что мы Убираем Высокие частоты Но В итоге Это не Становится Как синус Не звучит Как синус Это звучит Как пила Только с Прибранными Высокими частотами И У синтов Сейчас может быть сложно Для тех Кто только начинает Есть Огибающий Который называется ADSR Это такие штуки Которые влияют На Комодулируют Любую из ручек По своей Определенной схеме И вот Если посмотреть Выбрать Вот фильтры И посмотреть На вот этот Экранчик Да Тут есть Вот такая Странная фигура Пум-пум И с помощью нее Можно сказать Синтезатору Как должна Взаимодействовать Как должна Меняться Ручка Фильтра Фреквенси Или резонанс Смотря на что Вы направляете В момент Когда вы нажимаете На ноты Вот например Вот я сейчас Убрал Высокие частоты Сделал Атаку Подольше Сустейн убрал Дикей Тоже Прибрал И смотрите Как это Просто послушайте Как это звучит Лучше Наверное Сделать Вот так Сначала Фреквенси Открылся Потом Закрылась Или можно Так и сделать Дольше И ручка Фреквенси Будет Дольше Раскрываться До определенного Параметра И потом За время Дикея Опускаться До уровня Сустейна Звучит сложно Но на самом деле Не очень сложно Да Фильтр Плавно Раскрывается Потом Хоп Закрывается Если Дикей Короткий Быстрый Если Дикей Долгий Долг До уровня Сустейна То есть По сути Вот это ADSR Мы С помощью Этой штуки Говорим Синтезатору Как должна Меняться Какая Либо Из ручек Когда мы Нажимаем И отпускаем Ноты Клавиши Давайте Здесь Делаем Какую-то Такую Штуку Мы Делаем Звук Пэда Пэда Это Такие Долгие Сустейновые Синтезаторы Которые Заполняют Пространство И играют Гармонию Дают Какую-то Гармоническую Информацию Что-то Типа Что-то Такое То есть Чтобы был Какой-то Изначальный Импульс А потом Хоп Оно Ставилось Плавно И Случить Все это Вместе Как-то Вот так Вау 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 Вот То есть Мы Смотрели Много Чего Не сделали Детюн Прибрали Высокие Частоты И звучит Уже Не так Резко Не так Ярко И чуть Более Приятно Вот Вы можете Под себя Как-то Настроить Вот Еще не Сказал Здесь Есть Вот этот Фрек Мод Тут Мы Говорим Как Что Должно Модерировать Ручку Фреквенси Вот Энвелоп Это Есть Огибающее Помощем Мы Говорим Синтезатору Как Сильно Должна Раскрывается Ручка Фреквенси Когда Включается И ДСР То есть Например Если я поставлю Здесь Максимум 16 Будет Более Ярко Если Поставлю Там 7 Будет Не Так Ярко Потому Что Ручка Фреквенси Не Так Широко Раскрывается Вот На самом Деле То есть Уже Звук Готов Мы Я Подрогал Три Ручки Здесь Больше Не Надо Делать Потому Что Вся Красота Заключается Дальше В Обработке Какими То Эффектами И Давайте Ими И Займемся Какое С дела Все Понятно Не Слишком Просто Или Наоборот Не Слишком Сложно Я Понимаю Что Тут Разная Аудитория Кому Кажется Просто Кому Сложно Я Пытаюсь Идти Посередине Все Супер Проект Проект Там Есть В материалах Есть Проект Это По идее То Что Мы Должны Сделать Сегодня За Урок По Моему Я Нажал Collect All And Save Но Вообще Его Не Смотрите Пока Да Это Это Уже Конечный Результат Важен Процесс Да Момент С аккордами Сложный Согласен Но Используйте MIDI И Об этом Ничего Страшного Нет Типа Можете Просто В интернете Набрать Free Jazz MIDI Progressions И Используйте Какие-то Из них Хорошие Это просто инструмент Для Для Вдохновения Особенно Начающий Как бы Для Начинающих Окей Эффекты Первым Делом Я Открою Эквалайзер Вот Аудиоэффекты Вейблзи Находятся В папке Аудиоэффект И Есть Папка EQ and Filters И Нам нужен EQ8 Да Эквалайзер С помощью него Все что нужно сделать Чуть-чуть Сведения Наверное Просто убрать Низкие частоты Чтобы В этом инструменте Пэдди Не было Низких частот Которые мешают Там бочке Басу И Возможно Вы даже Не знаю Если слушаете Просто на Динамике компьютера Вы наверное Даже не услышите Это Возможно Их тут И нет Но их тут и нет Например Если опустить На Октаву ниже Есть Какая-то информация Которая может мешать Но вообще Если честно Тут их Нет Низких частот Поэтому можно Использовать Эквалайзер Минимализм Чем проще Тем лучше Один из Важных Эффектов Для синтов Это Хорус Может быть Я не слышал Про хорус И Хорус Вейблтоне Находится В папке Pitch Modulation Потому что Хорус Модулирует Питч И Давайте Его откроем И я сразу Скажу Я буду Использовать Просто пресеты Чтобы долго Не париться И использовать Пресеты Это Нужно Просто Для экономии Времени Какие-то Из них Вам Могут Понравиться Вы Можете Запомнить Настройки И потом Использовать Сами То есть Пресеты Обязательно Надо Использовать Смотреть Как они Сделаны И потом Делать Самому Можно Прямо Взять Какой-то С пресетов И закинуть После Синтезатора И послушать Какой Вам Понравится Больше Вот И пчелы Раньше Были В моно По-моему Те Стали В стерео Теперь Пчелы Не У вас Перед Лицом А Вокруг Вас Слышите Разницы Да Пэт Звук Стал Теплее Скорей Сверху За ручки Ворон Которая Это Просто Если честно Эквалайзер Который Убирает Высокие Частоты Может Чуть Чуть Ситурирует И Все Стало Теплее И Как будто Все Обволакивает Вас Теперь Вокруг Вот Можете Покрутить Ручку Dry Wet Amount Они Самые Самые Актуальные Вот Следующий Эффект Это То есть Хорос Мы будем Здесь Сегодня Использовать Следующий Эффект Distortion И Все Это Называется Wave Shaper Эффекты Типа Сатуратора Overdrive Distortion Потому что Они Меняют Форму Волны Они Добавляют Туда Гармоник Волна Меняется Звучит Чуть По-другому Тут Их Много Разных Я Я Возьму Винил Distortion Потому что Я Никогда Его Не Использовал Тут Есть Например Вот Такая Шум Виниловой Пластинки Но Очень Дерьмовый Больше Похож На Как будто Рядом Радиация Да Ну Давайте Давайте Возьмем Просто Чуть 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 Сделаем Е2 Е2 И Здесь Есть Вот Это Окошко Это По сути Distortion И смотрите Да Мы Портим Звук Вот Что Мы Делаем Чтобы Было Все Грязно Но Не Так Сильно Грязно Поэтому Нужно Найти Какое Место Где Примерно Звучит Неплохо И Потом Опустить Ручку Драйв Появляется Какая-то Грязь Мой комп Уже не Увозит 2 эффекта И синтезатор Интересно Буду Фризить Вот Короче 2 эффекта Хорус Distortion Вы можете На самом деле Опять же Пресеты 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 Берете Любой Эффект Хоп Слушайте Нравится Как звучит Оставляйте И Потом Можете Чуть Чего-то Подправить И Послушать Тут Пресеты Нужно Пользовать Следующий Эффект Который Я покажу Это На самом деле Дилей Но я буду Использоваться Как Дилей Мне Вообще Нравится Звук Пленки Грязный Звук Звук Винила И все Вот это Все Шуршит И Приятно Греет Душу Мне все Это Нравится Есть Куча Плагинов Которые Эмулируют Эффект Пленки Как Она Взаимодействует С печем Как Она Убирает Какие-то Частоты Но Мы Не будем Фрагины Потому Что Нафиг Они Нужны Если Можно Сделать Все Стоковыми Плагинами Примерно И Прежу Чтобы Вы Могли Повторить Короче Есть В Ableton Эффект Эко Это Дилей По типу Был Такой И Есть Пленочный Дилей Тейп Эхо И Это Что-то Типа Эмуляции Этого Дилея Но Мы Будем Использовать Не как Дилей Следите За Руками Первым Делом Я Драйвед По Судел На Сто Процентов Раз Драйвед На Сто Процентов Два Фидбэк В Ноль Три Полностью Убираю Вот этот Ритм То есть Время И Отключаю Синг Чтобы Здесь Был Написан Тайм И Полностью В Нуле То есть Мы Будем Использовать Этот Дилей Не Как Дилей А Как У Него Сстроена Сатурация И Как Приколы Похожие На Эффект Пленки То есть Мы Не Используем Как Дилей И По Идея Звук Стал Еще Более Мрачным Потому Что Здесь Есть Встроенный Фильтр Который Можно Отключить Но Я Сейчас Наставлю Вот И Здесь Есть Во-первых Ручка Input Это Еще Одна Сатурация И Прикол Сатурации В том Что Когда Мы Сатурируем Сигнал Он Становится Еще Громче А Нам Нужно Чтобы Он Не Только Станился Громче Там Вообще Это Особо Не Нужно Нам Нужно Чтобы Волнами Менялась Да Ее Форма Поэтому Смотрите Я Когда Добавляю Input Я Убираю Output Чтобы Примерно Было На Одном Уровне Громкости Вот Это Too Match Поэтому Хоп Где-то Найти Надо Sweet Spot Да Баланс Вот Мы Используем Eco Как Еще Тип Сатурации Просто Нравится Как Звучит И Еще Второй Момент Здесь Есть Вкладка Character И Тут Есть Вот Эти Две Штуки Noise И Wobble Noise Просто Добавляет Шум У нас Уже Есть Шум Винила Поэтому Еще Один Шум Нам Не Нужен Мне Нравится Wobble Это Короче Вот Когда Если Представить Пленочный Как Он Называется Как Бытый Прикордер Если Там Бобина Крутится Если Это Бобину Чуть Чуть Например Рукой Так Придержать Чтобы Она Чуть Замедлилась То У того Что Проигрывается Оно Не Только Замедляется Но Еще Понижается Пич Тональность И Вот Эти Эффекты Они Характерны Это Один Из Эффектов Характерны Для Пленки И Это Будет Не Супер Заметно Но Смотрите У Меня Комп Это То Что Там Пикает Пукает Это У меня Комп Просто Не Вывозит Я Сейчас Зафрижу Но Там Появилось Какие-то Требезжания Сейчас Я Зафрижу Чтобы Послушали Бэм Да Там Такой Бобл И Так Много На Мне Не Надо Требезжу Можно Тоже Найти Опять же Этот Sweet Pad бэм и просто напоследок еще один эффект мы добавим еще один эко но уже как дилей то есть просто чтобы добавить пространство и опять же пресет я не буду ничего мудрить открою мне нравится все винтажное талер это грязь это пленка это винтаж поэтому скорее всего нужно если видите винтаж берите и любой из этих эффектов можете попробовать главное подвигать и драйвает чтобы не было слишком да и вот у нас получается офигенно сент вот было без эффектов и с эффектом у меня все зависает время запретить до момент опять же про материалы к уроку если вы не успеваете и мне здесь вы не успеваете или вас вы успеваете не получил что-то другое в материалах есть папка патчис патчис да там есть несколько патчей для разных типов звука на самом деле их можно использовать не только например бас не для этого не как бас можно использовать как лид но это просто чтобы примерно оформить патчи и у там есть два пэда можете их перекинуть прям вот так на дорожку с миди вашими прогрессиями и будет что-то похоже что я сделал я потому что не помню что я делал примерно помню вот поэтому можете просто закинуть и будет похоже а я все это перегоню в аудио окей мы сделали пэт нам нужно еще накрутить много синтезаторов но у нас ограничено время поэтому скорее всего следующее что я буду сейчас добавлять я буду использовать просто из патчей то есть не буду сейчас объяснять как синт накручен к сожалению я бы хотел сделать у нас немного времени поэтому берите любой из них и повторяйте за мной зато вас получится повторять быстрее следующее что добавим это звук электропианино то есть как я уже сказал у тайлера везде практически в каждом треке используется либо обычная акустическая пианино либо электропианино либо орган или клавинет короче разные формы пианино но чаще всего мне кажется есть роды с это самый известный самый известный электропианино я думаю фендер родис и в урлицер менее известный который если честно звучит много круче вот и тут есть вот в патчах как раз keys рода скис в урлицер и сделайте следующее просто скопируйте ту же самую прогрессию которые вы используете на новую дорожку чтобы просто эти электропианино играла то же самое что вот этот пэт но из-за того что будет свой тембр она вместе будет как бы приятно создавать приятный приятный шум приятные тембры и так вот я добавил ту же самую прогрессии возьму например keys и я так сделал короче смотрите когда вы добавляете патч в этот пресет тут нет самого самого синтезатора он запрятан в этой кнопочке 2 снизу слева можно и раскрыть и там будет показано все что там есть эффекты но я вот сюда вынес не то чтобы самые важные настройки но вы можете их покрутить и найти тот звук который вам нравится допустим вот он более агрессивный или наоборот если хочется более мягкий убирайте тон там разные эффекты хорус фленджер шум всегда нужен шум дайте шуму вот или другой пресет надо послушать вместе возможно то что играет электропианино можно поднять то же самое на октаву выше ну примерно так я за фрежу то есть это просто то же самое играть те же сам аккорды их можно поменять чуть-чуть чтобы более другая партия более другая чтобы была другая партия и скорее что будет лучше но можно сделать оставить и так те же самые те же самые аккорды для опять же для тембров то есть у толера офигенные тембры как кто-то сказал в часе да это круто и теперь мы добавим еще один звук звучок и на время оставим синтезатор перейдем к барабанам арпеджио давайте послушаем трек талера у него везде практически везде есть арпеджио я с вами покажу если вы не знаете что такое арпеджио да услышали или вот еще нет тут нет не помню где-то еще дать еще один дадим еще один шанс то что сказал ты почти везде значит нужно быть везде но не везде вот такой медленный дата про это ладно короче послушайте много где есть арпеджио не будем сейчас на это тратить время арпеджио это когда вы берете тот же самый аккорд мы так и сделаем я возьму то же самого меди прогрессе get down называется get down скорее всего потому что аккорды идут вниз до возьмем закинем эту прогрессе на новую меди дорожку м и патча с опять же я бы сразу секрутил синты весь весь день но нет времени здесь есть два патча это simple dimple можете взять любой из них 2 детюн детюн детма пока давайте на симпл димпл и раскрою что там есть короче в эйблтоне есть миди эффекты это эффекты которые влияют не на аудио а на миди информацию поэтому они вставляются вот до синтезатора потому что сначала идет миди сигнал синтезатор потом это трансформируется в аудио в этот момент когда это идет миди идет синт когда вы нажали на ноту можно стать какой-то миди эффект никто не разные бывает например понять питч поменять 80 есть arpa jato он берет и вот эти все ноты он играет их не вместе а пум 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 дARD и делать арпеджио давайте послушаем и проверим micro лето блин я не думал что ком мы не выйдет то что участников ну так фриз не буду ничего крутить просто прижим до буфер буфер 1 что надо начинает ту 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 бегать единственно что надо подправить скорее всего то что первых это громко и в настройках арпеджиаторы можете поковыряться я вот вынес арп рейд то есть как бык ритм арпеджио например вот мне кажется у него у тайлера часто либо 1 8 то есть медленно тут 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 либо когда у него есть быстрый то это 1 24 это 16 триоли по моему то есть это не бинарный ритм не типа 16 8 32 и все это вместе накладывается звучит круто давайте послушаем да мне сейчас кажется что 1 8 круто вот еще тут нет этого эффекта мне кажется забыл его добавить короче чтобы все звуки не как кто-то сказал чате 300 звуков одновременно в секунду и это сложно сделать свои свести сделать так чтобы все вместе сначала хорошо это действительно сложно это например с этим арпеджио чтобы он не был посередине как и все остальное есть эффект авто пан то есть чтобы синт бегал из левого уха вправо можно выкрутить амаунт на побольше а рейд на помедленнее и даунта в левом ухе то в правом и как будто не сильно мешает например вокалу который скорее все будет центре и барабаном вот такс арпеджио можете поковыряться можно взять другой я бы хотел ковыряться в этом всю жизнь но у нас ограниченное время поэтому фриз оставлю это как есть похоже почти похоже на то ли может чуть чуть более получается пластиковый талер почти stranger things только на 2 октавы выше бэм арпеджио и предлагаю сейчас чуть-чуть отдохнуть и опять послушать музыку и мы перейдем к барабанам хватит нас свинтов пока вот этого достаточно сделаем добавим сюда барабаны чтобы было чтобы было просто весело и мы начнем с с того чтобы слушаем трек барабаны у талера либо сэмплированы либо программируем то есть когда берутся отдельные кита ваншоты и вставляется и вместе все это делать вместе составляется барабанная партия но много где барабаны замплим за сэмплированы например послушаем трек и если кто не знает есть сайт ху сэмпл вот такой сайт ху сэмпл презентации у вас будет все эти ссылки вставлены в картинке и здесь можно набрать любую песню weekend или не weekend и там будет показано откуда weekend взял сэмпл для своей песни прояв точно помню что одна из песни за которые сэмпл просто японской какой-то джазового трека где ничего не поменялось просто взяли четыре такта хоп и weekend набел и давайте послушаем вот оригинал смысле не оригинала трек талера послушайте на через а а и и и и да а теперь а теперь брейк теперь ты теперь слышите да я просто взяли барабаны возможных порезали возможно не резали так оставили и и это как бы основа барабанной партии там есть еще какие-то звучки талеры добавил там перкуссия и все вот это но за основой берется уже что-то что наиграл это есть сэмплинг и вот на самом деле будет последний альбом талера практически весь каждый трек основан на ком-то сэмплинг и обязательно барабан то есть если вот два альбома игорь игорь и flower boy и кажется там талеры на синтах большую часть то в последнем альбоме много сэмплов и звучит круто там барабаны сделаем также попробуем сделать также материалах к уроку есть папка sounds звуки папки sounds есть папка drums барабаны папки drums барабаны есть папка breaks breaks брейки и там есть я уже нарезал не то чтобы обрезал только барабаны соло и тут есть кстати выставлен темп поэтому не обязательно брать тот же самый темп что у вас в проекте но лучше чтобы не было слишком много артефактов символизала непонятно потому что и вот он что-то там делает когда изменяет темп и может звучать плохо и тут это конкретные треки в соул фанк джазовых групп и обычно в начале в конце или в середине и очень часто есть кусочек где барабанщик играет соло но и соло такое типа рокерска где папа пупу тугу 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 где они просто выпендриваются там просто барабанщик играет грув как будто специально что потом засемплили и вот так тоже хип-хоп на самом деле хип-хоповые барабаны это просто барабаны взяты из соук соу фанк джазовой музыки можете выбрать любой и смотрите что я сделаю я возьму вот этот и есть разные варианты как засамплировать что то есть более продвинутые где можно нарезать все это на кусочки и поиграться с этим может быть сделаю в конце урока но на самом деле можно просто вот так взять и закинуть единственно вот если засолировать дорожку тут во второй части во втором такте втором во вторых четвером четверо такте появляется как эта гитара она мне не нужна я просто так беру убираю все лишнее и например просто дублирую и самый вот это самый простой способ сэмплирования просто берете то как оно было записано и используйте и дальше и в чем прикол вообще сэмплирование барабанов потому что в них уже есть офигенный грув если посмотреть как но ты просто посмотреть на ноты где они расположены то они все мимо вы сильных мимо долей математических вот этих шестнадцатых или восьмых они все чуть позже или чуть раньше они все одинаково чуть позже чуть раньше за этого здесь есть определенный этот грув поэтому сэмплировать круто это сразу придает во первых там свои тембры вот эти пленочные прекрасные этот грув и все вместе это все круто дальше можно что-то поменять например взять какие-то ноты и просто повторить их это сделать паузу вот эта первая бочка я практически не слышно можно ее заменить какой-нибудь другой бочкой и то есть попробовать значит плохо поэтому оставлю короче вот пример сэмплирования есть более как уже сказал продвинутый например можно открыть инструмент сэмплер или симплер мне нравится симплер он проще и там все есть все что нужно и когда он откроется туда перенести аудио выбрать слайс и как-то поиграть с этим но я не буду этого делать потому что так звучит нормально но есть такая опция и можно когда переранжировать бит теперь важно покрасить дорожки в цвет талера конечно же не его кожа его одежду что него цвета уэс андерсона чистого сандерсона вот такой и теперь нам нужно обработать барабаны потому что они звучат сейчас не так плотно не так не так плотно что для этого сделать нужно есть пару эффекта которые мне нравятся один из них это drum bass он находится в папке drive and color называется drum bass по названию понятно что он создан для барабанов на самом деле не обязательно используется на барабанах но всегда круто звучит на барабанах там много встроенных функций давайте просто послушаем там есть свой компрессор сатуратор чуть-чуть эквализации фильтров transient shaper то есть там много всяких встроенных штук давайте посмотрим что он делает вот например drive это сатурация да можно сделать перегруженный например но не сильно кранч это тоже что-то вроде овердрайва демп он срезать просто высокие частоты потому что это тип эмуляции тоже пленки потому что у пленки обычно нет ничего выше 10 тысяч килогерц то что есть вот в поп-музыки вот это супер яркая информация частотная у пленки нет поэтому например здесь вот срезать все что выше 10 килогерц изучит чуть более теплее типа но при этом это все равно остается довольно высоким частотным типом есть высокие частоты до 4000 герц 2008 тысяч там все равно все это есть но нет вот этих супер ярких поэтому на самом деле музыка 70-х звучит вот так слова 60-х 70-х фанк здесь есть transient крутая ручка она делает звук либо короче либо либо длиннее длиннее супер сухо а вот наоборот супер широко все я не нравится когда чуть более все короткое вот короче драм бас офигенный эффект на барабанах всегда хорошо работает можно два добавить потом мне нравится овердрайв на барабанах но в небольших количествах да было вот так сейчас будет громче поэтому очевидно второй вариант с эффектами будет лучше могу это поправить вот примерно одного уровня вот было вот стало чуть более темный звук чуть более скомпренсированный и чуть более грязно перегруженный то что нам нужно еще что я сделаю добавлю эквалайзер потому что чтобы барабаны бреки звучали по стандартам как бы сейчас современного звука им не хватает низов и короче не хватает и дела индивидуальных ваншотов кика и снейра чтобы подчеркнуть вот этот сделать звук еще более плотным поэтому часто у барабанных брейков где есть уже бочка срезать низ это не обязательно делать но я сделаю то есть я убираю низ у бочки можно сделать это до или после не особо не важно и и сейчас мы подставим отдельно ваншоты кик и снейра и скажите пожалуйста как у вас дела очень много информации скорее всего да нет я надеюсь вам нравится спасибо а такс барабан в папке с материалами опять же в той же самой папке sounds drums есть еще парка ваншотс где есть отдельно звуки почки отдельно всякая перкуссия мы ее добавим отдельно с нейры и все это можно использовать и мы сейчас это сделаем вот сейчас трудоемкий процесс наверняка есть какой-то более простой способ но мне нравится сделать все руками берете одну бочку которая вам понравилась и нужно ее подставить под все бочки которые есть в драмбрейке и прикол в том что их нужно максимально синхронизировать потому что как уже сказал брейк сыгран настоящим живым человеком который знает что такое грув поэтому у него все мимо нот мимо основных вот этих шестнадцатых восьмых нот все чуть более чуть более кривое поэтому нужно не просто подставить хоп к восьмой ноте а нужно ее чуть подвинуть и повторить это с каждой бочкой вот здесь видите вот восьмая нота или это шестнадцатая восьмая а бочка вот здесь на несколько миллисекунд позже и это и есть грув пока я это делаю грув как мне говорил мой преподаватель по барабанам это постоянство постоянство в кривизне да то есть как я уже сказал он играет криво но одинаково криво это грув если бы он играл криво и каждый раз степень кривизны была разная был бы не грув был бы начинающий барабан вот поэтому это очень сложно если есть кто-то кто играет на барабанах в чате знает что играть одно и то же одинаково с одинаковой громкостью с постоянной громкостью без каких-то резких выплесков неосознанно это сложно да на самом деле только барабанщики это у всех вот так как во второй части примерно то же самое я сделал на первые четыре такта скопировал и там было где-то еще одна бочка я добавил бум бум послушаем кик барабаны будут такого желтого пам да появился у бочки низ то есть если в барабанном брейке этого низа практически не было даже до того как я убрал этот низ его не очень много он не такой читаемый то когда добавляется бочка отдельно ваншотом у него там есть вся 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 вот эта частота информация и добавляется все становится плотнее теперь снэйр 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 это самое сложное кто делает музыку знает что снэйр выбрать это сложно потому что он очень важен я возьму сразу два и опять же его надо поставить максимально четко чтобы не было фарш фаршлагов если кто-то знает такое слово флэм бум бум сюда такс и я вот так же все продублирую сделаю потише точно такой же снэйр просто два разных снэйра один он более как бы низкий а второй более высокий так же просто чтобы все вместе было хорошо наверное стоило бы сделать это в миде да и не делать каждый раз но если честно мне нравится аудио мне нравится смотреть на аудио а не на миде послушаем да просто мы как бы усиливаем вот эти кик и снэйр потому что кик и снэйр в барабанах это одно из самых важных самых важных звук поэтому их нужно сделать еще более очевидными поэтому прикол современной музыки что вот сейчас появилось возможно все как бы утрировать и все сделать максимально плотным и мы делаем то же самое вот еще кто знает есть такая штука называется spring reverb и там спрятан и там спрятан у него определенный такой звук потому что изначально spring reverb он использовался в гитарных комбиках вот здесь springs надо выбрать и по сути это просто пружина в коробке которая вибрирует и у нее определенный свой звук и на барабан звучит очень грязная пружина я прям слышно как дребезжит бам бам снэйры вот такая история то есть взять если вы хотите это потом повторить или я не знаю уже следуете вы за мной или нет времени немного я понимаю и мы стараемся сделать все и очень быстро но будет запись короче да берете просто сэмпл барабаны партии я вам скинул уже кучу нарезанных можете использовать потом и закидываете его режете и потом чтобы сделать еще более плотно добавляйте кик и снейр и например также можно какую-нибудь перкуссию сюда добавить вот здесь тоже вы слышите вот этот spring можно добавить тоже к барабану к снейру прям пум 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 звучит странно не буду короче да перкуссия это вообще отдельный мой любимый момент но мне кажется у нас уже нет времени чтобы делать вот такие барабаны я все группировал и на группу барабанов еще добавлю еще один драмбас почему бы и нет можно стать еще один овердрайв посмотрим ну бы и нет почему это не звучит почему короче да вот такие барабаны сэмплы и ваншоты теперь давайте сделаем бас следующий элемент нет опять времени крутить санты в каком случае осталось времени а вообще-то еще час нет или полчаса полчаса двадцать минут ё-моё давайте сделаем бас амм я возьму опять же просто из папки patches там есть два баса бас тема Игоря я пытался повторить пас из этого трека но все равно цифровые синтезаторы звучат пластиково и никакими плагинами ну можно конечно вот такой звук и если по существу Тайлера разные конечно бас бывает звук баса но обычно это либо 808 либо какой-то вот такой пердячий жесткий яркий и широкий агрессивный бас прям тебе в лицо и либо еще бывает то же самое слышно что он играет на бас-гитаре ну либо не он но эта бас-гитара тоже так перегружена что это звучит почти как синт но там слышно вот эти вот живые проходки синтезаторов вообще вот я недавно слушал если кто знает группу парламента фанкотеля Джордж Клинтон послушайте там на клавишах играет есть такой чувак Дерни Уоррл это вообще гуру синтезаторов и у него вот чисто бас давайте просто один трек послушаем чтобы чуть-чуть отвлечься понимаю что времени нет но какая разница в семьдесят седьмой год да вот этот звук вот этот синтезаторный бас не то что это прямо оттуда пошло у меня очень много методов талия короче бас так как аккорды сложные то мудрить здесь не надо вот я уже миди удалил но если посмотреть давайте посмотрим там всего четыре аккорда и на самом деле для такого базового баса хватит просто вот этих четырех нот первый аккорд у нас был соль минор соль минор потом фа мажор ре минор и ми бемоль вот этих просто запомнить надо вот эти четыре ноты соль фа ре и ми бемоль и найти от них еще октаву и будет уже примерно достаточно для такого базового баса давайте попробуем попробуй записать вживую хотя у меня жесткая задержка ну вот как-то так смотрите я играл конечно на медиклатуре вы не видели что я играл но я играл всего четыре ноты ну ладно не четыре там было еще парочку в проходке соль соль фа 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 вот эта проходка здесь по сути по просто по фа мажору с шестой ступенью нота ре она всегда фанки шестая ступень потом у нас меняется аккорд ре и ми бемоль или ре диез и все ничего особо не надо уже более-менее звучит музыкально еще вообще вот еще почему мне не нравятся цифровые синты понятно что у них вот этот звук цифровой но это все примерно можно исправить всякими эффектами и плагинами мне не нравится что нет возможности вот так вот сокрутить там есть ручка питча ручка modulation вот это колесико и все вот это вместе оно начинает петь а когда у тебя просто ты играешь на клавишах и ты ничего не можешь крутить оно все более-менее такое мертвое поэтому на самом деле вот прикол живых синтов еще один из приколов это то что можно все крутить что-то надо подровнять вот такой бас ничего в целом сложного если нравится как звучит синт вы можете просто посмотреть что там это просто две то же самое два треугольник ой две пилы без фильтров задетюненные с каким-то скоросом и скорее всего с каким-то перегрузом короче ничего особенного все то же самое что я показывал просто на пару октав ниже бэм теперь давайте напоследок у талера очень много дополнительных всяких мелодий то есть он сам читает или поет и у него на фоне ну не всегда на фоне много вот лид ну они не так чтобы прям лид партии они не самые запоминающиеся но они все вместе стоят офигенный вайп и давайте попробуем попробую я и вы со мной повторить опять же не буду крутить синты потому что нет времени но я их уже накрутил вот есть пару лидов и давайте послушаем как они звучат они сами по себе звучат отстойно ну типа вот если мне кажется взять трек талия который вот он делал и посмотреть мульти трек и засолировать каждый синт я думаю звучит ну типа отстойно то есть он базовый это просто пила или квадрат с хорусом и ничего особенного но все вместе с этой гармонией с этим грязным звуком оно звучит круто вот поэтому синты здесь не самые сложные потому что вот синт джуна и синт вот который он использовал второй они не самые сложные они довольно простые и касательно лид партии тоже как и с басом здесь гармония сложная типа здесь нет одной тональности то есть сначала был аккорд у меня например соль уже забыл минор потом идет фа мажор и в соль миноре например есть нота ми бемоль фа мажоре нота ми бемоль уже не канает и вот это все надо держать в голове но если вы клачник и умеете ну если вы клачник у вас все это уже так наверное есть в голове но например начинающему с такими аккордами бум непонятно что делать И здесь важно найти общие ноты. А так как в этих аккордах дофига нот, общие ноты по-любому будут. И так как их будет не очень много, там 2, 3, 1, поэтому лид-партию не такую сложную уже. У вас меньше выбор нот, и поэтому проще, скорее всего, составить лид-партию. Вот, например, давайте посмотрим. Вот такие ноты. И, например, вот я вот это перенесу наверх, и вот это тоже, а вот это вниз, чтобы посмотреть, какие есть похожие. Вот я вижу, есть почти везде нота ля, есть везде нота... Ноты столь нету, но... А, ну вообще вот есть она. И на аккорде ре, на ре миноре нота соль тоже можно быть, это типа 13 ступень. То есть, короче, ее тут нет, но ее можно использовать. Нота ре, нота до. Они есть много где. И их можно использовать. Ну вот я, например, на себя сейчас выделил ноту соль, ноту до, до и ноту ре. И я попробую сейчас по фристайли, чисто на этих нотах, и найти какой-то парт. День рождения. остановись что-то типа такое просто соль до ре и может быть выбрать другой тембр мой комп все уже не справляется синт простой а коп не справляется вот можно разные короче попробовать допустим можно записывать с такой задержкой с этим всем пуканье но я просто отклантизирует все восьмые ноты что-то очень тупое простое но при этом все вместе как будто более-менее нормально звучит фриз бас тоже фриз то есть до лид-партии найти общие ноты и это самое не только для талера то есть во всей такой джазовой музыки где даже джазов скорее всего рамбишный где нужно совместить сложность джазовых аккордов какую-то более менее запоминающиеся мелодию тут круто находить просто похожие в смысле не похожи а ноты которые есть в каждом аккорде атаки 1-то точно будет и взять еще какой-то как уже кто-то в чате сказал 300 звук одновременно поэтому не ограничимся этим видом добавим еще один и я сделаю потише и направлю там вправо или влево чтобы не было все пациент на этом синте я не знаю у вас наверно плохо слышно но у него есть глайд этот который называется симпллит симпл димпл ноты гладятся между собой и это стоит офигенный звук в кинезвук и допустим что-то такое опять же сейчас я использую просто ноты тоники аккордов столь по паре ри ми мемоль ничего по сути сложно просто вот надо найти какую-то партию я не уверен что это прям партия года или партия года но более-менее работаем такс у нас это чуть-чуть времени можем наверное мы чуть-чуть задержимся я не знаю как у вас настроение наверное вы устали поэтому в целом вот такой бит примерно готов что еще можно добавить это какие-то фиксы типа вот если послушать реки талера куча разных рандомных звуков кто-то кричит или какой-то странный звук и папки sounds есть папки fx и там есть разные звуки да и можно взять какой-нибудь такой и просто ставить где-то чтобы было слабую долю это не слабая доля или можно и вот и напоследок также папки есть акапелла талера давайте просто я сейчас поставлю его рэп и мы посмотрим работает она вместе или нет перед этим все за фрежем шико давайте сейчас ставить время на вопросы да она не синхронно по темпу да то есть вот здесь 155 на 144 можно выбрать вот и потом я чтобы сделать супер простое развитие просто чтобы не было тогда одинаково например вот он тут читает и тут допустим выключается барабан если б только у меня коп не лавил если б только у меня коп не лавил да и он читает читает мы берем прием форела короче да наверное слышали про этот отсчет четыре раза ну ладно не будем уже комп не хочет короче вот такая штука время для вопросов если есть какие-то вопросы вы можете сказать подходит ли голос тайлера под этот бит мне кажется это звучит как демо тайлера которого могу сделать спальне себя да есть вопросы любой вопрос только не про программу ты ничего не знаю хотя про только если про саму программу что там будет до диджитал синты ну мне нравится мне нравится артуриевские синты них есть серия аналог лап и у них есть вот эти эмуляции того же самого джуна вот такая то есть это прям интерфейс джуна есть например вот на этом попрактиковаться потом встретить настоящий джуна то сам все будет понятно тут все то же самое вот у них серии есть прям куча синтов профит джуна мук и и не только синты клавиши все вот это круто звучит по моему универсал аудио тоже есть серия синтов не их не пробовал мне кажется не должны нормально чем там точность мук и что ты ему и ректор пианино из бесплатного это все платные из бесплатного есть компания speedfire аудио вообще делают библиотеки для кино музыки для кино но у них куча них есть серия называется labs бесплатные и там очень приятные звуки пианино да пианино и всякие разные синты и это бесплатно и это круто да хорошо звучит более-менее это бесплатно звучит для бесплатного звучит просто потрясающе то есть speedfire аудио можете посмотреть артуре серия аналог club да по моему вот всем вам спасибо я короче вот еще последний что хочу сказать вот последний альбом таймер и там все на сэмплах то есть там изначально основная идея не только барабанов но и вообще всего это сэмплы то есть так напоследок даже есть просто перед на full sample больше всего сэмплов именно на треке на альбоме последнего по так вот слушаем талера трек стрейт лейт и сэмплэйт и а вот оригинал просто этот маленький кусочек зациклен даже печенью менялся вот весь альбом такой и он звучит поэтому чуть по-другому там во прежнем есть вот эти смешные синты но они как бы дополняют к сэмпл но это звучит круто я вот когда готовился к сожалению то вы уже не успели сделать нашел вот sample короче как это примерно делается вот берется допустим вот такой трек таки поем таки по доход да это какой-то соул джаз джазовый трек из 70-х 80-х и он берется и оттуда берется какие-то самые смачные кусочки на процесс показать как это делается нет времени но вот например вот я в тот же самый simpler загрузил трек просто выбрал какие-то участки и ничего не звучит если да ну вот я взял эту песню и я уже заранее это сделал просто когда готовился сейчас просто писал музон провал писать что-то что делает талер и не уверен что это прям пойдет возможно может пойти на его вот этот последний альбом с сэмплами но еще кстати часто вот последних хип-хоп музыки много бит свитки называется бит свитч типа идет трек пол трека один бит потом хоп другой бит и давайте послушаем не знаю мне просто нравится как звучит хочу показать и возможно вы можете просто вдохновиться этим я надеюсь это было бы самое прекрасное это же взять какой-нибудь другой любой трек ты попробуй также засамплировать потому что это как калаш это круто это просто как это другое другой форид форум написали музыки вот какую часть песни можно засамплировать и не нарушить авторские я не знаю по я не знаю правил юридических но я не знаю лучше не буду отвечать просто нарезанные кусочки не то чтобы прям на 100 процентов подходит вокал и понятно что в другом тональности в другом ритме но что в этом есть и например как практика очень хорошая если вы не знаете с чего начать трек возьмите а капеллу какого-то другого артиста попробуйте под эту капелла капеллу сделать либо что-то похожее на этого артиста либо просто свое и это круто то есть то что уже есть какая-то лид партия и вам не нужно думать а сюда нужен какой-то жесткий хук не вы просто констрируйтесь как вы на тембрах на на самом инструменталь так называемым продакшене вот целом если нет вопросов то есть вопросы и это круто вопросы я люблю спасибо за урок можно ли будет посмотреть в записи да да я только не знаю где скорее можно написать точно в чат школы в telegram аккаунт там точно скажу и где-то это будет обязательно запись идет ты обычно берешь понравившиеся вещи собираешься с нуля вообще оглядываясь назад что я не то что вы прям много сэмплирую типа мне больше нравится самому делать сэмплы и потом себя же сэмплировать это тоже отдельный какой-то прикол сам самому сделать что-то похожее на то что можно было сэмплировать делать такие улыбку потом их сэмплировать эффективность прокачала твой скилл ну скажу тупую вещь но вот эффективность а у меня прокачала последнее время убрать вот эту кнопку что она делает сейчас покажу это эквалайзер и он так sounds вот эта кнопка убирает графический этот интерфейс то есть когда она включена участом талер будет читать и здесь показывается какая-то информация частотные все же так привыкли ориентируется над эти коры горы в частот что уже это чтобы никто но мне кажется поначалу кто в этом не говорит что нужно ориентироваться на свой ухо на свой слух поэтому меня теперь по дефолту когда валяется к лазер от это выключено мне приходится самому не на глаза ориентироваться на уши короче а будут ориентироваться на уши это то что это очень тонкая вещь какая-то да ну из практического это точно не прокачал то же самое с компрессором то есть ориентироваться на уши поэтому прикол тоже аналогового оборудования что нет интерфейса все 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 происходит ушами они глазами мы же не смотрим музыку слушаем вот а так целом не за просто делать музыку каждый день я и не делал каждый день но стараюсь иногда месяцами не делаю в этом возвращаясь это нормально ну да просто не делать и искать свой 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 звук свой свой голос мне кажется вот это самое важное на самом деле с этого класса чтобы вы запомнили давайте все уже заканчивать просто прикол тайлера что у него свой звук и никто не делает такой же понятно он и он этот звук как бы не сам придумал да он вдохновлялся фареллом аккорды это просто джазовые соул аккорды то есть по сути ничего нового не придумал просто слушала много разной музыки я уверен джоз джазом соулом и фарелом его как бы вкус не заканчивается и вот эти странные сочетания того что вы слушаете разно делает что-то создает что-то вас свое потому что вы своим каким-то образом компилируете гармонии с реги и или не гармония вот допустим у реги и удабы есть характерный звук дилея у них вообще в реги музыки дилея это отдельный инструмент они у меня на микшере прям играются с ним например вот это взять и присобачиваться это к грамм и бейс биту попробовать сделать это музыкально но это очень условно я не знаю какую музыку вы слушаете ну да короче вот чем больше вы слушаете тем больше у вас как бы красок в голове и вот эта комбинация красок создает ваш собственный голос вот я не знаю это мне кажется самое важное это самое прикольно вот на этом если вопросов нет а подождите вот вопрос еще где обычно берешь сэмплы а капеллы а капеллы просто на ю тубе вводишь своего артиста а капеллы неплохого качества бывает еще есть вот сайты я не помню как называется искусственный интеллект уже отлично изолирует пока вы можете взять любой трек и бесплатную вырезать оттуда все инструменты оставить вокал сэмплы я раньше пользовался сплайсом активно но мне он надоело это просто какая-то сплайс это это вирус не кажется который поначалу к что круто типа столько всего если помогать пример при затыках каких-то ничего не получается вот когда ты всегда им пользуешься особенно не для барабанов для тональных инструментов не знаю все становится как будто не свое к это какой-то коллаж только уже из коллажей так вот поэтому сэмплы не знаю то я сам делать барабаны не делают барабаны беру откуда-то мне нравится кунт каунт the count у него есть барабаны пак есть барабаны дыкеп хорошие барабаны но не все для хип-хопа они такие мне нравится офигенный бесплатный ответ слова драм-кит просто набрать на гугле можно приставлен кит он бесплатный такой же кстати есть а джей дилы это все такое ло фай хип-хоп не знаю зависит от музыки то есть много всяких производителей сэмплов вот на сплайс я не знаю ну все да больше образов достаточно нет тогда всем спасибо было восхитительно там здесь кто-то что-то подчеркнул вдохновился сделать что-то по-своему что-то самое важное и все отключаемся до свидания